В студии с выпуском новостей. Меркедрасов, здравствуйте. В России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. Так, за последние две недели в Тюменской, Рязанской и Ивановской областях произошли трагические случаи. В связи с этим 17 ноября в администрации городского округа прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Подробнее узнавала наша съемочная группа. В повестке дня два вопроса. Обеспечение безопасности объектов газового узла на территории городского округа. Это газорегуляторное, газораспределительное, внутридомовое и внутриквартирное оборудование. А также о проведении организационных технических мероприятий по пропаганде безопасного пользования газом. В здании администрации присутствовали руководители. Председательство, заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. По первому вопросу докладывал начальник отдела надзорной деятельности Николай Иванов. Провести совещание с руководительной компанией, которая обслужит газорегуляторные пункты, внутридомовое, внутриквартирное газовое оборудование, на котором рассмотреть вопрос о проведении комплексных проверок внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. В первую очередь на социально значимых объектах, а также в местах проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально-былочных граждан. Эксперты утверждают, что большинство взрывов газа в жилых домах происходит по вине граждан. Они не соблюдают правила эксплуатации газового оборудования. Практически каждый второй взрыв связан не со стационарным оборудованием, а с переносным, например, с газовой плиткой или баллоном. У такого оборудования тоже есть свои правила безопасной эксплуатации, но чаще всего собственники их игнорируют. Результатом незнания и пренебрежения правилами и нормами становятся плачевные последствия. На заседание запланировали проведение организационно-технических мероприятий по пропаганде безопасного пользования газом. По этому вопросу выступил главный инженер филиала «Газпром» газораспределения Ренат Фаршатов. Вообще у нас просроченных домов, где внутридомовые газовые оборудования в том плане, что стоящие газопроводы, фасадные газопроводы с истекшим сроком эксплуатации – это 258 домов. На заседании были обозначены сроки проведения проверок всех многоквартирных домов с отоплением и проточными водонагревателями. А также дано поручение обновить реестр домов, в которых внутренние газопроводы общего пользования эксплуатируются после окончания нормативного срока и не прошли техническое диагностирование. В администрации городского округа прошла встреча с публицистами и поэтами, посвященной 20-летию писательской организации. Глава администрации городского округа и члены Союза писателей республики поздравили виновников торжества, вручили им грамоты и подарки. Руководители учреждений, представители Союза писателей Башкортостана и молодые литераторы собрались за круглым столом для отчествования юбиляров. За время существования объединения в свет вышли 89 книг, в их числе 4 сборника о кумертал. Глава администрации Борис Беляев отметил успешную творческую деятельность городских публицистов и поблагодарил их за вклад в литературное наследие. Благодаря вашему вкладу в нашем городе создана творческая среда для роста литературных талантов, дальнейшего развития нашего литературного наследия. Спасибо вам за труд и за творчество. Здоровья вам и всех благ. На встрече за вклад в литературное творчество грамотами и подарками были награждены поэты и публицисты города и района, а также работники библиотек. Председатель писательской организации Кензигали Абдулин поздравил с юбилеем всех творческих деятелей. И отметил, что литературное объединение Кумертау заслуженно считается одним из успешно развивающихся. Всем городом мы отмечаем этот праздник, как городской праздник. И не только этот праздник, это не только писатели. Это, я считаю, всего города, потому что это праздник и считателей. Главный редактор журнала «Учитель Башкортостана» Салават Каримов приехал из Уфы для того, чтобы поздравить писателей Кумертау. Он поблагодарил руководство города за активную поддержку писательской организации и литераторов за их творческий труд. Я еще раз хочу поблагодарить, спасибо сказать от имени Союза писателей Республики Башкортостана, от правления, от себя лично. Как говорится, судьба связана с Кумертау. Мои оба сыновья здесь родились, они оба считают себя Кумертауцами, хотя они сегодня живут в Уфе, здравствуют в Уфе, как говорится. Да, вам большое спасибо. В нашем городе часто проводятся творческие программы, вечера поэзии и публицистики. Эти мероприятия писательская организация проводит в сотрудничестве с библиотечной системой. Директор Центральной библиотеки Альфия Шамеголова выразила огромную признательность всем публицистам за совместную работу. Мы вместе выполняем высочайшую миссию по продвижению книги, чтения среди населения, воспитанию духовности, патриотизма среди молодого поколения, по сохранению языка, культуры, традиций нашего многонационального Башкортостана. Писатели и поэты — это не просто наши социальные партнеры, это друзья наших библиотек. Они часто бывают в наших читальных залах, почти ежедневно, для того, чтобы обсудить написанные книги, поделиться своими произведениями, почитать их. Председатель Совета ветеранов Закир Акберов положительно отозвался о творческой деятельности в Содружестве с писательской организацией в течение многих лет. Также он обратился с просьбой к главе администрации о создании нового проекта для привлечения молодежи в литературное объединение. Многие города, районы имеют свою литературную премию. Не только литературную, а литература искусства, премию в области литературы искусства. Больших материальных затрат, наверное, требует один раз в два года. Но, однако, если бы создали, если бы учредили такую литературную премию в области литературы искусства, было бы очень хорошо. Борис Беляев решил поддержать идею с созданием писательской премии и помочь в ее учреждении в ближайшем будущем. Начать это уже можно с 2017 года, либо если у нас есть возможности, силы и время в этом году литературную премию, наверное, учредить. Но по времени до нового года спеем мы успеем, но в 2017 году нужно эти мероприятия провести. Мы найдем средства и давайте вместе посоветуемся с писательской организацией и учредим эту премию. Молодые писатели вслед за своими родителями активно публикуют свои произведения. Одну из них, сказку, написанную Гузелией Алкинской, подарила главе администрации ее мама Шоулия Зулькарнаева, уроженка Кумертау. В завершение мероприятия все присутствующие были приглашены на литературно-музыкальный праздник в честь юбилея писательской организации в Дом культуры «Рассвет». В свои 65 она остается обаятельной, активной и жизнерадостной. В Куюргазинском районе чествовали поэта, переводчика и драматурга, дослуженного работника культуры Башкортостана, члена Союза писателей БАССР Тамару Ганиеву. Юбилею поэтессы посвятили целый ряд мероприятий. В этом году свой юбилей отметила Тамара Ганиева, одна из самых известных и ярких башкирских поэтесс. Тамара Ганиева родилась 20 июня 51 года в деревне Кензиваево Куюргазинского района. В документах ее день рождения значится как 25 января, поэтому ее обычно поздравляют два раза в год. Но юбилейный год выдался особенным. Поздравление пришлось принимать и в ноябре. На днях ее 65-летию была посвящена районная научно-практическая конференция. Программа «Обширная». В первой части состоялся конкурс в сельцов в Павловской средней школе. Почитатели поэзии показали все свои умения выразительного чтения. По условиям конкурса можно было представить произведение собственного сочинения, либо стихи Тамары Ганиевой. Стихи звучали на разных языках. Вторая часть юбилейного торжества продолжилась в Кривле-Илишкинском сельском доме культуры. Здесь был запланирован час поэзии с Тамарой Ганиевой. Встретиться с писательницей собрались многочисленные гости. Односельчане, друзья, представители администрации. Поздравил знаменитую землячку глава района Ахат Кулахметов. Еще раз вам желаю крепкого здоровья на долгие годы. Или, как говорят народы, здоровья без лечения. Самое главное – здоровье без лечения. Семейное счастье и благополучие. У вас прекрасная дочь, у вас прекрасный внук. Вы очень много внимания уделяете внуку Искандару, чтобы он никогда вас не забывал и не покидал. Творческих успехов и духовных сил пожелала юбиляру начальник отдела образования администрации района Лира Терегулова. Здоровья вам крепкого, жизненной энергии. Этой энергии можно позавидовать, Тамара Пай. Поэтому пусть вот в таком же энергичном, бодром, с таким же хорошим настроением вы будете жить и радовать нас своим долгим, долгие-долгие годы. Дорогому человеку в этот день были посвящены самые добрые пожелания. С поздравлениями обратились к юбиляру глава Кривли Илющкинского сельского совета Игорь Ворошилов, близкая подруга Эльза Васильева, директор школы Софья Степанова, председатель местной писательской организации Кензигали Абдулин, Азад Хазрат и другие. С поздравлениями выступили учащиеся школы, а также самодеятельные артисты района. Стихи и песни они подарили виновнику торжества. Тамара Ганеева поблагодарила гостей за теплые слова и педагогов за воспитание детей и привитие в них любовь к литературе. Я, Лира Рафаэльевна, все наши учителя района, а я вам верю, благодарна за то, что вы прививаете, учите красивому слову, слово, которое нас делает человеком. В этот же день состоялось награждение участников научно-практической конференции. Лучшие исследовательские работы о жизни и творчестве Тамары Ганеевой были оценены по достоинству. Победители получили из рук поэтессы почетные грамоты и памятные подарки. Дорогим новостям. Сотрудники прокуратуры продолжают проверки различных организаций на предмет нарушений законодательства. Одним из направлений работы прокуратуры является надзор за соблюдением законодательства в сфере статистического учета преступлений. Мы знаем, что каждое преступление в России подлежит специальному учету в статистике. Подробности сейчас спросим у завестителя прокурора Олега Балачевцева. Он у нас на связи. Здравствуйте, Олег Владимирович. Расскажите подробнее о соблюдении статистики учета преступлений. Здравствуйте. Преступление, совершенное на территории любого города, района, подлежит внесению в официальную государственную статистику. Кроме того, любое преступление имеет так называемую криминологическую характеристику. То есть в нем учитываются данные о потерпевшем, обвиняемом, об ущербе, причиненном преступлением, о времени, месте, способе его совершения. Для этого предусмотрены специальные статистические карточки, подлежащие учету и заполнению должностными лицами органов предварительного следствия и дознания. В частности, разработаны и существуют статистические карточки по форме 1. Это учет совершенного преступления по форме номер 4. Это в частности учет ущерба и его возмещение по преступлению форма номер 2. Учет потерпевшего данных об этом лице форма номер 1.1 о результатах расследования ранее выявленного преступления. Да, расскажите подробнее, в чем заключается данный надзор? При изучении уголовного дела мы должны проверить, соответственно, правильное заполнение карточкой, а именно отражение реквизитов о потерпевшем, то есть о его месте, рождении, о его должности, пол, например, и так далее. Учитывается очень много разных признаков, которые я здесь перечислять не буду. Также, например, при учете ущерба, причиненного преступлением, учитывается его размер и возмещение. Возмещение ущерба может быть добровольным со стороны подсудимого, может быть принудительным, в случае, если правоохранительными органами изъято похищенное имущество или через суд наложен арест на имущество обвиняемого. Олег Владимирович, прокуратурой города осуществляется надзор в указанной сфере. Приведите, пожалуйста, статистику на нарушении. В текущем году выявлено 76 нарушений в данной сфере, допущенных должностными лицами органов предварительного следствия и дознания. По выявленным нарушениям нами вносится представление в адрес руководителя этих органов. В текущем году, например, внесено 17 представлений. Все они рассмотрены, установлены законным 30-суточный срок, приняты меры к устранению нарушений, о чем прокуратуру поступили ответы. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Спасибо. Напомню, у нас на связи был заместитель прокурора Олег Балачевцев. Он рассказал о надзоре за соблюдением законодательства в сфере статистического учета преступлений. Продолжаем выпуск. В начале этого года был объявлен второй городской конкурс творческих работ «Книги. Пишем сами. Семь цветов счастья». В Центральной детской библиотеке состоялась церемония награждения победителей и призеров этого конкурса. Для конкурсантов было организовано театральное представление в сказку «Добрую зовем». Почти 90 детей приняли участие в конкурсе. Были заявлены творческие работы в номинациях «Проза», «Поэзия на татарском и башкирском языках», а также «Рисунок». Дети присылали на конкурс рассказы, сказки, пьесы, стихотворения, объединенные темой позитивного отношения к жизни. Чтобы показать, что мир вокруг нас удивительный и в нем очень много прекрасного, что нужно радоваться даже самому малому, что происходит вокруг нас. Для кого-то счастье – это семья, для кого-то хорошая оценка, для кого-то общение с другом или даже с домашним животным. Вот об этом. Для всех конкурсантов сотрудниками библиотеки было организовано театральное представление. Сказочные персонажи спели для гостей праздника и рассказали стихотворение. Участница конкурса Полина Бажан заняла второе место в номинации «Проза на русском языке», а также приготовила для гостей праздника творческое выступление. Сегодня я выступаю с стихом «Счастье». Там говорится о том, что счастье где-то далеко бродит, бродит, а вот когда-то ты его все равно дождешься, оно придет к тебе. И мне очень понравился стих, он интересный, мне было приятно его учить. Организаторы планировали завершить конкурс до конца лета, но из-за количества поданных заявок он был продлен до октября. Поэтому с начала нового учебного года не все участники сумели приехать за наградами. Преподаватель русского языка и литературы из деревни Павловка Анастасия Амекачева получила грамоту своего ученика. Константин Васильев закончил школу в этом году и поступил в Институт театральных искусств в Москве. По словам учительницы, он активно участвовал в различных поэтических конкурсах в школе. Его стиль написания очень интересный, его стихи похожи на стихи Блока, Пастернака, вот такой у него стиль написания. Очень прекрасно читает стихотворения на конкурсах районных, республиканских, он призовые места постоянно занимает у нас, занимал. Но сейчас вот в Москве учится, тоже с успехом учится. Победители конкурса получили грамоты и памятные призы. Также были награждены благодарственными письмами все те, кто принял участие в организации мероприятия. В ближайшее время будет составлена и издана рукописная книга «Семь цветов счастья», в которую войдут лучшие творческие работы ребят. Это будет второй сборник, написанный детьми читателями библиотеки. В нашей стране каждый день праздник, их большое количество и без напоминания не запомнить всех торжеств. Так, 17 ноября в Доме культуры «Рассвет» прошло мероприятие под названием «Празднуем ноябрь». Гостями стали жители пожилого возраста. Подробнее о необычной встрече расскажет Константин Меркушев. «Улыбись, прости я без твоей, улыбки не прошить, на свете каждому из нас». 18 ноября в Дворце «Рассвет» состоялось мероприятие для жителей золотого возраста под названием «Празднуем ноябрь». Организатором является Дом культуры «Рассвет». В этот день состоялось праздничное мероприятие, пришли на которое представители старшего поколения граждан. «Мы сегодня перевернули все страницы этого календаря, начиная от праздника Единства и закончили самым интересным праздником, это, конечно, наш День Матери. Но хотелось бы, конечно, много еще взять каких-то интересных дат, но пенсионеры пожилые, и поэтому, чтобы сильно их не задержать, чтобы надолго они там не засиделись, чтобы в следующий раз пришли, все сделали очень компактно». По словам организаторов, основная цель данного мероприятия – популяризация встреч именно для пожилых людей. Главное – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. И сегодня они пришли с полным правом наслаждаются великолепной встречей в их день, отчетливо понимая, да, их любят, их ценят, их уважают. А что может быть более желанной наградой тем, кто подарил любимому городу самое дорогое, что у него было – юность, мечты, сердце? «Главное – собрать пенсионеров, людей пожилого возраста, потому что очень мало мероприятий для них проводится в нашем городе. И хотелось, чтобы это вошло уже в план полностью работы на все дальнейшие года, чтобы именно этот проект существовал в полном режиме. И тематические вечеринки, чтобы проводились все в рассвете, и наши ретро-вечеринки, то есть, скажем, дискочечного стиля, они проводятся у нас в празднике, в клубе, который находится у нас на ЖД вокзале. Мы там встречаемся два раза в месяц с ними». На мероприятии для зрителей выступили творческие коллективы «Дома культуры Рассвет». Одна песня сменяет другую, один танец стремглав мчится за следующим. Аплодисменты не смолкают. Для зрителей это, безусловно, приятное времяпровождение. «Очень интересно. Нам понравилось. Мы первый раз. Я пенсионерка, мне 65 лет. Тут мы рядышком живем. Пришли просто пообщаться, посмотреть. Очень понравилось. Детки воспроизводители. Что вы почувствуете? Омоложение, молодость. После окончания мероприятия все гости поделились между собой своими впечатлениями и строили планы уже на будущие встречи. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». На днях в Центральной Библиотеке прошло мероприятие, посвященное Международному Дню Информации. Толерантность — новое название мира. На встрече были затронуты проблемы частного использования россиянами иностранных слов. Рассмотрена тема границ толерантности с церковной точки зрения и многое другое. Коллективом Центральной Библиотеки были приглашены педагоги и психологи городских школ для беседы о том, как важна толерантность в современном мире. Подробнее о значении терминов «политкорректность» и «толерантность» в разных странах рассказал в своем выступлении профессор Андрей Свириденко. Также им была затронута тема частого употребления людьми иностранных терминов в русской речи. Я считаю, что из Запада мы должны взять трудолюбие, четкость, пунктуальность, умение решать управленческие задачи. А мы берем все самое плохое, то, что нам не нужно. Более того, мы утратили те социальные завоевания, которые были сделаны, в частности, бесплатная медицина, бесплатное образование, самая низкая квартплата. Переняли, ну и теперь вот так вот, как говорится, за что боролись на то и на порог. Толерантность — это умение понять оппонента, согласиться с ним в разумных пределах, уступить, сохранив при этом свое мнение. О том, почему важно сохранять толерантность по отношению к престарелым людям, инвалидам и просто друг к другу, объяснила присутствующим педагог Центра психологической помощи «Откровение» Татьяна Андреева. Толерантность может помочь каждому из нас и вместе с тем почувствовать себя более уверенно и устойчиво в этом извинчивом мире. При этом лучше понимать другого, человек лучше понимает себя. Участники встречи сумели подчеркнуть для себя новых знаний, обменяться опытом и обсудить проблемы, связанные с проявлением толерантности в различных ситуациях и с разными людьми. Именно педагоги и психологи наших школ были приглашены организаторами на встречу с определенной целью. Потому что они работают с детьми, с людьми, с подрастающим поколением. Нам очень важно, чтобы наш мир стал краше, светлее, дружелюбнее. Также на мероприятии толерантность была рассмотрена с церковной точки зрения. Иерей Иоанна Предтеченского храма Владимир Быков отметил, что в Библии есть понятия, схожие с толерантностью, такие как долготерпение. Но, по словам священнослужителя, значение термина имеет свои ограничения. Сейчас в нашем обществе идет нехорошая тенденция к тому, что люди начинают под толерантностью понимать как бы вседозволенность. Вот эта тенденция, она очень нехорошая. И человек, поступая таким образом, в первую очередь будет разрушать себя, свою душу и свое тело впоследствии. Поэтому в Священном Писании имеются критерии или границы толерантности, как человек должен жить, чтобы ему было хорошо. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok